не переключайтесь вот едем освещать этот беспредел но сейчас кофе традиционно кофе леба есть да вот это ну как минус 10 снимать особенность аль-хамдуля четко все все мы поехали еще а дальше снимать так начинается наш путь в ростов это время я помню хорошо это было осенью 2017 года когда силовые структуры пришли с обыском моему однокласснику моему другу моему другу детства ринато параламу правоохранительные органы забрали после обыска его отделение фсб и в течение суток его пытали и на следующий день его выбросили возле автовокзала где мы нашли его уже сильно подавленным и физически и психологически потому что целые сутки его пытали и это стало толчком для моего участия в освещении этих репрессий которые происходят в крыму над крымским татарами и другими несогласными крымский мост команда операторов крымской солидарности направляется южно окружной военный суд сейчас привал попить кофе традиции как говорится нарушать нельзя и впереди у нас 500 километров во первых меня побуждает несправедливость этой системы по отношению к нашему народу это такой самый глобальный момент а то что не вы считаете такая деятельность как-то вот ну да мы должны это как-то освещать показывать народу несправедливость системы но эта система которая делает несправедливость в отношении как мы уже говорили о том что гражданская журналистика к нему развивалась в поле это были больше не теоретические знания которые изучаются для того чтобы профессионально владеть журналистикой это больше была работа непосредственно в поле возле судов возле судов на обысках и сегодня также представители гражданской журналистики крыма пытаются внедрить новые подходы подачи информации это интервью больше телевизионного формата когда работают корреспондент с микрофоном и задают вопросы респонденту сегодня это дебютное видео попытка скажем так подачи информации в таком формате сейчас вот идет подготовка суд завершился и осталось гражданским журналистом записать итоговое итоговое видео комментарий адвоката и подсчитаны наши поиски с 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 Ростов-на-Дону 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 Как вы видите, меня тоже задержали. Я так скажу, 25 октября у меня был уже один админпротокол. По нему сегодня у меня утром прошла апелляция. И я решил остаться, лично я, решил остаться, встретить нашего героя, Эдема, адвоката Семидляева. Ну и вот в итоге, как мы уже все знаем, нас всех задержали. Скажите, пожалуйста, вас задерживают? Я не знаю, что вы задерживаете. А на каком основании вы его задерживаете? Мы не мешаем. Мы сотрудники СМИ. Вот как вы видите, сотрудников СМИ также куда заводят. Они толкаемся. Вы говорили, что жилеты не будут задерживать. Как вы видите, мои коллеги вон находятся в жилете. И вот так же задержали. СМИ. 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 СМИ.